Добрый день, друзья! Сегодня мы хотим познакомить вас с лучшими блендерами на отечественном рынке на лето 2017 года. Это самые мощные, самые безопасные блендеры, некоторые из которых еще и с самой большой гарантией. Мы пробежимся по основным характеристикам этих аппаратов и отметим самые интересные особенности каждого. Итак, перед вами сразу шесть аппаратов, которые, скорее всего, являются лучшими на данный момент. Это BS75 Cube и BS7 Quattro от компании Liquib, два аппарата от компании Tribest, вакуумный коммерческий Dynapro и Dynablend Clean, коммерческий Vitamix Vitaprep 3 и вакуумный блендер Vidya. Все эти блендеры однозначно можно назвать аппаратами премиум класса, при этом они различаются по своим характеристикам и возможностям. Начнем мы сегодняшний обзор вот с этой машины, вакуумный блендер Vidya. Этот аппарат сделан в Южной Корее на заводе Hansom Ozen. Именно Южная Корея сейчас является лидером в производстве техники для здорового образа жизни. Блендер выпускается в двух цветах и имеет один год гарантии. Максимальная мощность данного аппарата 960 ватт при скорости вращения ножей 20 тысяч оборотов в минуту. Если смотреть на средний магазинный блендер за 3, 5, 7 тысяч рублей, то Vidya, конечно, помощнее, но самым серьезным аппаратам на рынке она, безусловно, уступает. В комплекте этого вакуумного блендера идут сразу два тритановых стаканчика. Тритан это сверхпрочный и очень безопасный материал, из которого чаще всего и делают стаканчики самые крутые производители. Один стакан предназначен для измельчения, а второй для хранения полученного продукта. Объем этих стаканчиков 1600 миллилитров. Для домашних целей этого должно хватить. Главной особенностью этого блендера является возможность вакуумации продукта в процессе смешивания и после. Обратите внимание на две эти кнопки авто и вакуум. Если вы просто нажмете на вакуум, то запустится процесс вакуумации, то есть из чаши откачается воздух. Вакуум это хорошая фишка и если вы заинтересованы в минимальной потере витамин и микроэлементов в процессе работы и сразу после, используйте эту опцию. Если же вы нажмете на кнопку авто, то сначала запустится процесс вакуумации, затем несколько раз блендер поработает в импульсном режиме, после чего начнет смешивать продукты в течение одной минуты. Также вы можете запустить процесс вручную и регулировать скорость вращения ножей вот этой ручкой. Достаточно громко он работает, хотя смотря с чем сравнивать. Основная фишка этого аппарата это встроенная функция вакуумации. Если же говорить про работу с продуктами, то с большей частью задач такой блендер справится. Но есть ограничения. Без добавления жидкости вы вряд ли получите хороший результат. Исключение составляют, пожалуй, самые сочные продукты, типа томатов или какие-то спелые ягоды. В этом блендере вы не сделаете ореховую пасту или, например, мороженое. Просто не хватит мощности. Да и муфта выполнена из резины, как на мини-блендерах, и не выдержит ударную нагрузку. Но вот с зелеными или фруктово-ягодными смузи эта машина справляется на ура. Конечно, при условии, что вы добавляете жидкость. Отдельно хотелось бы отметить великолепный дизайн этого блендера. Видео выпускается в двух цветах, красный и черный, и выглядит аппарат очень футуристично и необычно. Я думаю, что эстеты, особенно фанаты хай-тека, эту машину оценят. Можно ли рекомендовать этот блендер? Да, можно, если вы не ставите перед ним собой какие-то сложные, маловыполнимые задачи. Скорее, это блендер для эстетов и гурманов. Все-таки он вакуумный, и это основная его фишка. Так что для утренних смузи, для молочных коктейлей, для сыроедческих супов это очень хороший выбор. А для более сложных задач нужны более мощные машины. Следующий аппарат, который мы рассмотрим, выпускает компания Tribest. Известнейший производитель производственной мощности которого расположена в Южной Корее. Но конкретно этот аппарат выпускается в Китае. Редкость для всесоки, поскольку в основном мы работаем с корейской или американской техникой. Но Tribest решили отдать производство этого блендера именно в Китае. Ну что ж, это их дело, а наша задача рассказать вам про этот аппарат. Итак, это Dyna Blend Clean DB950 от компании Tribest. Мощный и достаточно функциональный блендер, который справляется практически со всеми задачами. Кстати, вполне логично, что сотрудники компании всесоки используют технику, которую мы реализуем и в своих нуждах. Так вот, у меня дома стоит именно этот блендер, и он меня полностью устраивает. Мне кажется, что нет задачи, с которой бы этот аппарат не справился. В отличие от предыдущего блендера, здесь стакан сделан из стекла, а не тритана, и это очень круто отражается на весе стаканчика. Он довольно тяжелый. Зато многие доверяют именно стеклу, а не пластику, пусть даже самому безопасному. Но это чисто психологический момент. Мощность очень внушительна. В пике это 1800 ватт при 23 тысячах оборотах в минуту. Одним словом, это уже очень серьезная машина для серьезных задач. В комплекте идет вот такой замечательный толкатель, который является еще и ложкой. Поэтому вы можете, например, делать ореховую пасту. Ведь для этих целей желательно наличие толкателя. Без него дело будет идти не очень хорошо. Глупо говорить, что при такой мощности он легко справляется с любыми смузи и коктейлями. Это и так очевидно. Плюс в этом аппарате можно готовить фруктовые сорбеты из замороженных фруктов, различные пасты, пюре, сыроедческие кашки и так далее. В отличие от этого блендера, тут жидкость можно добавлять в минимальных количествах, а в некоторых случаях не добавлять вовсе. Отличной фишкой у этой модели являются сразу три предустановленных режима. Режим смешивания, когда в течение одной минуты происходит классическое смешивание на максимальной скорости. Импульсный режим, когда в течение 30 секунд продукты измельчаются импульсными толчками. И комбо-режим, который совмещает импульсную работу и последующее смешивание на максимальных оборотах. Гарантия на этот аппарат составляет один год. И как уже было упомянуто ранее, производство именно этой модели налажено в Китае, а не Южной Корее. И мы честно сообщаем, что процент обращений в сервисный центр по этой модели чуть выше, чем у чисто корейских аппаратов. Но все-таки поднебесная это поднебесная как ни крути. Хотя опять-таки я использую этот блендер почти каждый день и каких-то проблем у меня не возникает. Думаю, что не возникнет и у вас. Это, кстати, довольно бюджетный блендер, дешевле всех, которые мы рассмотрим в сегодняшнем обзоре. И свои деньги он отрабатывает на 100%. Ну а сравнивать его с магазинными и вовсе глупо. Он однозначно на несколько ступеней выше. И по мощности, и по качеству работы с продуктами. Так что если вы ищете себе хорошую рабочую лошадку за 12-15 тысяч рублей, Дайна Бленд Клин это отличный вариант, который наверняка вас устроит. Далее мы поговорим про две коммерческие модели. Коммерческий значит для кафе, ресторанов, но естественно вы можете использовать эти аппараты и для домашних целей. Просто производитель в данном случае не снимает гарантию при коммерческом использовании. А у блендеров, которые не позиционируются как коммерческие гарантии, в случае выявления коммерческого использования слетает моментально. Итак, коммерческий блендер в нашем сегодняшнем обзоре это Vitamix, Vitaprep из Соединенных Штатов и Tribest Dynapro из Южной Кореи. Vitamix это бренд. Бренд с большой буквы. Хотя нужно понимать, что есть на рынке аппараты, которые превосходят Vitamix, но не отдать должное этому блендеру нельзя. Все Vitamix, которые официально поставляются на российский рынок, это аппараты для коммерции. Отсюда и довольно высокая цена. В среднем прайс начинается с 45-50 тысяч за модель, ну а эта модель и вовсе стоит почти 70 тысяч. К сожалению, Vitamix для домашнего использования в России пока официально не продается. Бренд, надежность, коммерция. Что вы получаете за эти деньги? Вы получаете очень неплохой американский аппарат, который справляется с большей частью задач. Дизайн довольно-таки кондовый и напоминает многие американские автомобили внутри. Топорные, жесткие, эстетика трактора, но при этом потрясающая надежность. Vitamix Vitaprep 3 это очень надежный аппарат с трехлетней гарантией при домашнем использовании и годом в коммерции. Блендер практически неубиваемый, во всяком случае обращений в сервисный центр по ним очень и очень немного. Скорость вращения ножей в этом аппарате регулируется плавно. Но есть один минус, который можно и нужно отметить. Ножи у Vitamix при всей его крутости тупые. И если вы посмотрите ролики с этим блендером, то поймете, что измельчение, смешивание происходит довольно долго. Какие-то продукты можно смешать быстро за счет хорошей мощности, если это, например, микс из сока, киви, ягод и чего-то похожего. Но если задача ставится более сложной, за 20 секунд вы вряд ли справитесь. Многие отмечают, что до прям шелковистой консистенции нужно запускать Vitamix чуть ли не на полторы-две минуты. Если же вам нужна не совсем однородная консистенция со сложными продуктами, то да, секунд 30 и смузи будет готов. В Америке это самый популярный бренд. Многие хелсблогеры из Штатов даже в рецептах говорят, возьмите ваш Vitamix и смешивайте в течение 30 секунд. То есть для американцев мы говорим блендер, подразумеваем Vitamix и никак иначе. Но еще раз, друзья, в Россию официально поставляются лишь коммерческие блендеры и вы вынуждены переплачивать эту коммерческую составляющую. Рекомендовать или нет? Да, порекомендовать можно, поскольку все Vitamix аппараты очень надежные и качественные. Это 100% Америка. А практически все, что изготавливается в Штатах, очень хорошего качества. С подавляющей частью задач этот блендер справляется, но в некоторых случаях вам нужно набраться терпения и подождать какое-то время. В комплекте, кстати, идет очень классный толкатель, который заметно упрощает работу. Плюс вы можете готовить какие-то замороженные сорбеты, ореховые пасты и прочие штуки, с которыми без толкателя не обойтись. Это Dyna Pro. Первый коммерческий вакуумный блендер с очень хорошими характеристиками. Мощность примерно 1700-1800 ватт в пике и около двух с половиной лошадиных сил. Для коммерческого блендера это очень неплохо. Как и у своего младшего брата Dyna Blend Clean, у новинки от Tribes тоже есть сразу три предустановленных режима. Смешивание, импульс и комбо. Но есть и несколько новых фишек, например, таймер. То есть вы можете самостоятельно задавать время работы аппарата. Также есть в нем очень интересный индикатор температуры. Если вдруг продукт в процессе смешивания нагревается больше 47 градусов, индикатор поменяет цвет синего на белый. Вот такая фишка. Материал чаши тритан. Чаша очень легкая и прочная. Объем стакана 1800 миллилитров. В комплекте идет такой же толкатель, как и у Dyna Blend Clean. Абсолютно идентичные толкатели. С одной стороны, это хорошо, потому что толкатель этот и правда очень удобный. С другой стороны, как-то странно. Для новой модели можно было придумать и что-то более эксклюзивное. Благодаря наличию толкателя и хорошей мощности, этот блендер хорошо справляется с приготовлением ореховой пасты. Ну, например, из жареного арахиса. Можно тут делать сыроедческое или веган мороженое. Ну, и понятное дело, что с любыми продуктами при добавлении жидкости он справится на ура. Смузи, супы, детское питание, все это можно делать в этом замечательном аппарате. Теперь насчет вакуумации. В отличие от видии, где эта функция встроенная, в Dyna Pro это опция. Отдельно прилагающаяся опция. Вот так выглядит вакууматор. Это отдельный приборчик, который работает от обычных пальчиковых батареек. Вы прикрепляете его к крышке, после чего можете начать вакуумацию. Вот так это все и происходит. То есть назвать этот блендер вакуумным, ну, прям как видео, наверное, не совсем корректно. Правильнее было бы сказать мощный коммерческий блендер с дополнительно подключаемой функцией вакуумации. Гарантия на коммерческое использование один год и сразу три года на использование домашнее. Dyna Pro DPS 1050 от Tribest. Итак, мы продолжаем вас знакомить с лучшими блендерами 2017 года. И у нас осталось всего два блендера. И оба они от компании Lequip Южная Корея. Этот блендер называется BS5 Cube. И по соотношению цена-качество, скорее всего, данный аппарат является лидером на отечественном рынке. В нем нет предустановленных режимов типа импульса или смузи, в нем нет новомодной функции вакуумации. Но у него есть главное – шикарная работа с подавляющей частью продуктов. Давайте начнем сверху. Чаша BS5 сделана из сверхпрочного и безопасного тритана. Объем чаши – 1800 мл. В комплекте идет вот такой толкатель, что дает нам возможность работы и с сухими продуктами. Правда, нужно знать меру. Но сорбеты замороженных бананов и ягод или ореховую пасту этот блендер сделает спокойно. Мощность BS5 в пике – 2000 ватт при 25 тысячах оборотах в минуту. Это очень здорово и эта пропорция дает возможность BS5 добиваться поставленных задач очень и очень быстро. Обратите внимание на ножи этого блендера. Если вы будете их трогать, будьте предельно осторожны, потому что ножи острые. Они заточены. Как вы понимаете, это хорошая фора при работе с любыми ингредиентами по отношению к другим блендерам, у которых ножи тупые. Кстати, в отличие от всего блендера, эти ножи не из Южной Кореи, они из Японии. Чаша надежно встает на свое посадочное место и при работе не требует сдерживания. Сравните с Vitamix, где чаша, если не держать ее руками, кажется, может улететь в потолок. Все управление блендером заключается в этой ручке. Она включает аппарат, она же регулирует скорость вращения ножей, а при точечном нажатии она активирует импульсный режим работы блендера. BS5 – это очень мощный, очень надежный аппарат, который является лидером в своем ценовом сегменте. Плюс его и в том, что он является универсальным блендером, который подойдет вам для решения большей части задач. И если человек не знает, что ему выбрать, вроде и нужна мощь, и вроде и дизайн важен, и коктейли нужны, и пасту можно поделать, мы рекомендуем BS5 Cube. Рекомендуем, потому что впоследствии не будем краснеть, оправдываясь, что мы впарили клиенту какое-то барахло. Это действительно сверхнадежный аппарат с хорошей мощностью и правильной пропорцией между мощностью и скоростью вращения ножей. Подавляющее число коктейлей и смузи получаются с шикарной бархатной консистенцией. Причем, в отличие от многих аппаратов, в BS5 достаточно 20-30 секунд. Впрочем, в некоторых случаях и этого много. У нас сегодня нет цели выбрать лучший блендер, это вообще задача крайне сложная. Ведь одному нужен аппарат для дома и молочных коктейлей, другой подыскивает блендер в кафе для приготовления зеленых коктейлей, и для разных задач подходят разные блендеры. Но если говорить про домашний аппарат, с точки зрения цена, качества, надежность, мощь, в BS5 вариант во многом оптимальный и, пожалуй, беспроигрышный. Он не очень дорогой для классного надежного аппарата, и в то же время он не совсем бюджетный, как все китайские аппараты, стоящие на полках в магазинах электроники, на которые вообще не следует выкидывать деньги, если вы хотите получить классную технику. Все материалы, из которых изготовлен блендер, абсолютно безопасны, а гарантия составляет 3 года. Ликвип, BS5 Кьюб, Южная Корея. И можно было бы сказать, что этот блендер самый крутой для домашнего использования, если бы не одно «но». А именно, появление на рынке нового блендера, даже не знаю, младшего брата или старшего. Одним словом, это BS7 Quattro от Ликвип. На данную минуту самый мощный в мире блендер. И это не пустые слова. В пике BS7 дает почти 3,5 тысячи ватт и около 4,5 лошадей. Такая чудовищная мощь для блендера обеспечивает и максимально возможные обороты для лезвий. 33 тысячи оборотов в минуту. И это не показушные обороты и не показушная мощь, которой славятся китайские производители недорогой техники. Здесь мощь вполне себе реальная, и вы видите это, когда блендер начинает работу. Как и у BS5, стакан BS7 сделан из тритана. Но корейцы изменили цвет, стакан стал более прозрачным, стенки стали толще вдвойне. Отметим объем, который теперь увеличился до 2 литров. В комплекте идет точно такой же толкатель, как и у BS5. Поэтому фруктовые сорбеты или ореховые пасты можно делать без особых проблем. Причем гораздо быстрее, ведь сил у него почти в два раза больше, чем у BS5, который считается очень мощной машиной. Инженер Ликвип усовершенствовали вентиляцию двигателя, что дало возможность этому аппарату работать 24 часа без остановки. Хотя понятное дело, что это лишь техническая возможность. Если вы оставите блендер включенным с водой на 24 часа, ну, у вас уже через полчаса от воды ничего не останется, поскольку она просто выкипит, и вы спалите ножи. Такова сила трения ножей о воду. Это чистая физика. Но факт остается фактом. Мощь у этого блендера и запас прочности просто чудовищные. Уникальной особенностью этого блендера является наличие дополнительной металлической чаши для измельчения сухих продуктов. Это шикарный бонус, поскольку в силу конструктивных особенностей этой чаши вы можете легко измельчать в муку бобовые, злаки, сушеные травы, специи и так далее. Делать домашние приправы или необычную муку самостоятельно. Если у вас небольшой объем продукта, например, детское питание, то стальная чаша вам также поможет. Ее рабочий объем всего 900 миллилитров, и малые пропорции ингредиентов не разметает по стенкам, как в большом стакане. Кстати, чаша универсальная, и она подходит для этого блендера тоже. Но у BS7 она уже идет в стандартном комплекте. Благодаря надежности этого аппарата гарантия на него была увеличена до 7 лет. И это самая серьезная гарантия на отечественном рынке. Такого больше ни у кого нет. Кому можно порекомендовать этот аппарат? Тем, кто хочет использовать блендер в домашних условиях, тем, кто хочет быть уверенным в надежности и долговечности прибора, при этом получая нужный результат максимально быстро. Условно говоря, то, что какие-то блендеры сделают за 30, 40, 60 секунд, BS7 сделает за 20. Вы выигрываете в скорости и в качестве смешивания. Хотя качество смешивания можно регулировать временем работы в других блендерах. Не исключено, что на некоторых аппаратах финальный результат будет мало отличаться от BS7. Хотя, опять-таки, не так много блендеров могут это сделать. Но в BS7 вы затратите гораздо меньше времени, что важно очень и очень многим. Это не бюджетная модель, хотя, опять-таки, те же Вайтамиксы стоят дороже, а имеют меньшую гарантию и меньшую мощность и всего одну чашу в комплекте. При всей своей мощи это домашний кухонный блендер. Ни много ни мало самый мощный аппарат в мире и очень большой скорости вращения ножей. Опять-таки, сегодня мы не выбираем лучший аппарат, а просто рассматриваем самые классные блендеры на лето 2017 года. Но, понятное дело, что эта машина стоит особняком. Ну, слишком уж она хороша и мы рассказали вам почему. Что ж, друзья, подведем итоги сегодняшнего обзора. Мы познакомились с шестью аппаратами, которые вполне можно назвать лучшими на данную минуту. Вы увидели вакуумные блендеры, в том числе вакуумный коммерческий Дайна Про, легендарный американский коммерческий Вайтамикс, познакомились с флагманом компании Ликвип БС-5, а также с самым мощным в мире блендером БС-7 Куатро. Надеюсь, что этот обзор пригодится вам при выборе оптимального аппарата для своих задач. Все эти блендеры по-своему хороши и каждый найдет своего покупателя. Выбирайте блендер в соответствии с вашими задачами и приоритетами. И будьте здоровы!